В Ростовском храме в честь Дмитрия Донского прошел курс обучения знаменному пению. Оно издревле было в русских храмах, но сегодня мало кто им владеет. А между тем такое пение способствует молитвенному настрою, на него отзывается русская душа. Подробнее о начинании расскажут наши коллеги. В поздний вечер в стенах храма Дмитрия Донского собрались люди из шести приходов Ростова-на-Дону. Каждый день в течение недели они обучались древнерусской традиции пения и чтения, с удивлением и радостью открывая для себя глубину православной культуры, с которой помог соприкоснуться с собравшимся головщик московского храма новомучеников и исповедников российских Василий Сорокин. Но здесь вот больше у нас были лекции, которые, чтобы охватить необъятные, у нас первая лекция была о богословском понятии, что такое знаменной пении, что такое церковная пение, богослужебная пение, чем она отличается от музыки. Мы больше разговаривали о истории пении, о формировании знаменного пения, вообще церковное пение, о смогласии. Вторая лекция мы начали про славянский язык. Мы начали читать, смотрели буквы, попытались взять погласицу. А третье занятие мы уже стали читать и петь. Какие-то такие простые элементы осваивать. А вот сегодня мы занимаемся только крюками. То есть мы поговорили практически обо всем, что есть. Понятно, что научиться очень сложно, но понять какие-то основные принципы, положения, понятие отношения к богослужению, отношения к пению в церкви, каким оно должно быть, я думаю, это удалось людям. В первые дни занятий мало кто верил, что сможет что-то спеть, глядя в неизвестные и непонятные крючки и палочки, стопицы, стрелы, статьи. В отличие от нот, они использовались только для церковного пения, для молитвы. Есть знамена однозвучные, да, стопица, запятая, палка. Пометы ставятся с левой стороны от знамени. Вот, допустим, там. Они будут как-то там стоять, такие пометы. И обозначают, собственно, поскольку это однозвучные знамена, они обозначают тот звук, высоту того звука, который заключают в себе эти знамена. Как совершенно иной мир, наверное, сама атмосфера непринуждённого общения собравшихся подтверждала, то, что мы любим, у нас легко получается. Я 15 лет на клиросе, вот, и несколько лет уже регион. И знаменное пение, ну, мы думали, что мы знаменное пение пели по нотам, из интернета. Такое ощущение необычное. Понятно, что так как-то нас за эти века отдалили от нашей русской традиции. И даже когда кто-то интересуется знаменным пением, там, поют по нотам, там, что есть, сборники, которые сейчас создаются в большом количестве, непонятно, что там русское, что нерусское, что греческое. Всё смешано в кучу, никто ничего не понимает. Переносится мысленно вот в ту эпоху, как-то вот, окажется, это так молился Сергий Раданевский, так молились наши преподобные отцы, которые жили ещё до XVII века, и как бы чувствуешь эти корни свои. В завершении занятий все желающие могли погрузиться в атмосферу настоящей древнерусской службы, побывав гостями и певчими прихода святого апостола Андрея Первозванного. ПЕСНЯ ПЕСНЯ